Привет, ребят! Вы находитесь на канале Android and Windows полезные советы и сегодня мы поговорим об очередном обновлении Google Chrome, которое вышло буквально два дня назад и там появились очередные новые крутые экспериментальные функции. Как обычно, они доступны всем, но есть возможность включить это все дело вручную и уже пользоваться наравне, так сказать, с избранными. Итак, поехали! Для начала, конечно, я вам советую зайти в Play Market, найти в нем Google Chrome и убедиться, что у вас последняя версия. Как видите, у меня уже обновлений нет, потому что пару дней назад я обновился. У вас же может быть, например, обновиться. Обязательно обновитесь, потому что если у вас будет стоять не последняя версия, то этой экспериментальной настройки у вас просто-напросто не будет и вы ее не сможете включить. Итак, обновили, грубо говоря, свой Google Chrome, после чего открываем его. Сейчас все загрузится, ребята, и для того, чтобы зайти и активировать эту настройку, нам потребуется с вами попасть в меню экспериментальных функций, ну и, так сказать, скрытых настройок Google Chrome. Я думаю, те, кто меня смотрит, постоянно уже знают, как это делают. Если нет, то повторяйте вы, новый зритель, повторяйте за мной. Пишем Chrome, после чего двоеточие, два слыша и пишем Flex. Вот, видите, у меня уже такое есть. Нажимаем и, соответственно, переходим. Да, ребят, смотрите, сразу вам скажу, что если вы не знаете, за что отвечает настройка, а в большинстве случаев они здесь на английском языке, то я вам не советую активировать все подряд, потому что это может повлечь за собой то, что вам придется переустановить Google Chrome. Да, критичного ничего нет, но все же неприятно. Итак, настройка называется Page. Пишем с вами Page, пробел, Zoom. И, как вы видите, вот она нашлась. Accessibility Page Zoom. Повторяю, данная настройка есть только в самой последней версии Google Chrome. Поэтому обязательно обновите свой Google Chrome. Нажимаем Enable, естественно, Relaunch, перезагрузка Google Chrome. Ну, я вам советую после того, как он сделал Relaunch, сделать еще вот так вот и все это дело закрыть. Теперь покажу, что же мы с вами активировали и как этим делом пользоваться. Заходим на первый сайт. Ну, я частенько читаю новости на Exhibit. Это не реклама. И смотрите, если раньше, я уверен, вы, как и все остальные, чтобы увеличить текст по разной необходимости, вы вот так вот двумя пальцами выбрали, увеличивали, и потом все это дело вот листали. Оно растягивается, надо пролистывать. Это, конечно же, что абсолютно неудобно. Но спасибо разработчикам Google, которые, я не знаю, где они берут эту информацию, что такие фишки нужно делать, и они их реально по-настоящему делают и выпускают уже продуманные, просто шик. Сделали такое же масштабирование, как и на персональных компьютерах. Теперь это доступно и в мобильной версии Google Chrome. Как же вот пользоваться этой функцией, которую мы с вами активировали? Все довольно просто. Смотрите, нажимаем, открыли нужную страничку, которую вы хотите увеличить. Нажимаем три точки, после чего на вот этот знак I. И смотрите, вот здесь вот после активации появилось слово Zoom. Нажимаем и смотрите, мы можем делать Zoom. Например, вот давайте мы с вами поставим 133. И как вы видите, он не то что растягивает его, ну так сказать, как мы вот увеличивали, а он его фактически подгоняет под макет вашего смартфона. Ну, точнее, не под макет, а подгоняет под телефон ваш, точнее, размер его экрана. И, соответственно, вам намного легче и удобнее будет все это дело читать и использовать. И, во-первых, в принципе, смотрите, мы поставили Zoom. И теперь у нас все страницы, которые мы будем открывать, они у нас будут непосредственно с таким Zoom, то есть Zoom 150. Ну, что я могу сказать? Могу сказать только то, что спасибо в очередной раз разработчикам Google, потому что они нас порадовали. Очень удобная штучка, я уже пользуюсь. Чаще всего я, конечно, пользуюсь, если, например, там сижу, пишу, что-нибудь нужно переписать с телефона. Сдалека, ну, видно не очень. И я вот так вот ставлю Zoom и листаю. Или же я знаю, что будет заведомо мелкий шрифт, немножко увеличиваю, то есть вот стоит не 100, а, в принципе, я себе на постоянной основе ставлю, ну, не 150, я ставлю вот 125. И это довольно-таки удобно. То есть даже если есть какой-то мелкий шрифт, смотрите, в экран это все равно у меня помещается, у меня 5,7 дюймов, если я не ошибаюсь. И при этом не нужно каждый раз вот пальцами вот это вот растягивать или переживать, что ты что-либо не увидишь, потому что он уже все это дело делает за тебя на каждой вкладке во всем Google Chrome. Очень круто, удобно. Напишите, кстати, в комментариях, будете вы этим пользоваться или нет. Но я больше чем уверен, что будете пользоваться, потому что если раньше нельзя было выстоять эту настройку для абсолютно всех страниц, то теперь, как вы видите, это можно сделать с легкостью. Спасибо большое за внимание. Хотел бы порекомендовать вам наш TikTok. В нем просто куча фишек, которые мы не выкладываем здесь. Ну, можно сказать, нам не позволяют их здесь выкладывать, поэтому мы выкладываем все это дело в TikTok. Заходите, смотрите, там именно фишки по настройке Android смартфона, ну, то есть на тематику нашего канала. Также ссылка в описании еще есть на наш сайт. Там очень много полезной информации, именно непосредственно статьи, подборки различных приложений, топ-3, топ-4, топ-5, музыкальные плееры для просмотра видео и так далее. И также очень много мы статей полезных написали, качественных, как восстанавливать, например, удаленные случайно фотографии или видео. Потому что здесь мы тоже снимали видео, ну, там мы сделали именно подборки из таких приложений, которые точно вам позволят, то есть если их использовать все, вы точно восстановите то, что вы случайно удалили. Или, например, оно по непонятным причинам затерлось. Поэтому, ребят, подписывайтесь на канал, обязательно нажимайте на колокольчик и не забывайте оставлять свои комментарии. Ну, а мы ждем ваши комментарии по поводу этого зума. Нам будет очень интересно почитать, потому что мы пользуемся, в принципе, даже вот посоветовал нескольким своим друзьям, тоже начали с интересом пользоваться. Я думаю, вам зайдет, и вы тоже будете использовать эту новую настройку. Потому что если Google поймет, что это заходит, как обычно, от них будет что-то новенькое, интересненькое. И, как всегда, топчик.